Во вторник депутат Государственной Думы России, глава крупнейшей партийной фракции в Нижней Палате парламента Владимир Васильев посетил Твери-Калининский район с рабочим визитом. В программе поездки были прием граждан, встреча с представителями садоводческих товариществ, осмотр спортивных объектов. Об этом рассказывает наш корреспондент. Депутат Госдумы России Владимир Васильев, несмотря на высокую загруженность, регулярно совершает поездки в Тверскую область для работы на своем избирательном округе. Вот и на этот раз рабочий визит начали с приема граждан во Вакумовском Доме культуры. Затем состоялась встреча с представителями расположенного неподалеку садового товарищества, в котором были проблемы с дренажной системой. Но, пожалуй, ключевым пунктом в программе рабочей поездки стал осмотр стадиона возле школы номер 46 в Твери. Здесь долгое время не удавалось найти решение давней проблемы – замены искусственного покрытия на корте. Общая стоимость реконструкции этого стадиона, по словам руководства школы, приближается к 40 миллионам рублей. И пока такой суммы изыскать не удается. Но уроки физкультуры, как говорится, никто не отменял. А вот условия для занятий школьников оставляли желать лучшего. Владимир Васильев, а также депутат законодательного собрания Олег Лебедев и депутат городской думы Дмитрий Нечаев несколько месяцев назад уже проезжали сюда и лично ознакомились с проблемой. И вот приемлемое решение было найдено. При поддержке Владимира Васильева было приобретено искусственное покрытие хорошего качества и в настоящий момент идет его укладка. Надо отметить, что в канун нового учебного года при содействии депутатов разных уровней удалось также выполнить немало ремонтных работ и внутри школы. Благодарность нашим депутатам. Это и Нечаев Дмитрий Леонидович, это и Лебедев Олег Станиславович, и Илья Холодов, который непосредственно принимал участие. И много таких, которых, наверное, не перечислить в рамках небольшого выступления. Каждому мы признательны очень, потому что нашлись ресурсы, нашлись добрые руки. Действительно у нас огромная, очень душевная страна. И когда понимаешь о том, что необходимо, то оказывается, что даже в самых затруднительных ситуациях находятся те, кто готов оказать помощь. Занятия на обновленном корте с искусственным покрытием начнутся уже в ближайшее время. Подрядчик гарантирует, что новая площадка прослужит долго и обязуется уложиться в короткие сроки. Зачастую подобные работы на социально значимых объектах строители выполняют на грани рентабельности, что достойно уважения и благодарности. В свою очередь депутат Госдумы отметил, что такой подход – это очень позитивная веха нынешнему времени. Я бы хотел отметить, наверное, главное. Мы становимся одним народом, которым отношение к друг другу играет очень большую роль. И такое вот массовое волонтерство, и знаете, даже не волонтерского возраста, оно встречается кругом. Все больше и больше. Это огромный потенциал нашей страны. Занятия учеников 46-й школы на обновленном корте с искусственным покрытием начнутся уже в ближайшее время.